40 лучших номеров, 250 участников сегодня выступили на гала-концерте Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом Татарстан». Он прошел в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Программу приурочили к празднованию Дня народного единства. Торжество посетил и президент Республики. Он вручил диплому руководителям творческих коллективов. Репортаж Лилии Малюковой. Фестиваль не ограничивается концертной программой. У входа в концертный зал гостей встречают национальные коллективы, инструментальный ансамбль, а также картины с лицами народов Татарстана. В Татарстане цветущим, великом живем. Фестиваль «Наш дом Татарстан» проводится на протяжении уже нескольких лет с целью укрепить единство и духовно обогатить народы, проживающие на территории республики. В нашем коллективе есть грузины, армяне, русские, татары. Все взаимосвязаны и дружим. Друг друга уважаем, любим, поем наши песни, их чувашские песни, татарские, русские песни поем. Сохранять, развивать и популяризировать многонациональную культуру – таковы приоритеты. Межрегиональный мир и согласие – это высшая ценность и одно из главных достижений в республике, подчеркнул Рустам Мениханов. Я подписал указ о создании Булгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. Уверен, что реализация этих важных проектов станет заметным шагом в укреплении духовности и единства народов нашей страны. Многообразие религий, многоэтничность, а главное дружба между ними – это то, чем сегодня может гордиться Татарстан и Россия в целом. К слову, самая большая татарская деревня в мире находится в Пензенской области, а самый масштабный чувашский праздник проводится в Нурлате. Лучше жить в стране, куда все приезжают. И с этим можно смириться, с этим можно научиться жить. И это благо для нашей страны, если думать об этом в большой перспективе. Участники фестиваля признаются – главное не победа и даже не участие, а чтобы люди жили в мире и согласие. А это и говорит о народном единстве. Сегодня здесь также не могли и не вспомнить о погибших в той страшной авиакатастрофе над Синаем. Им посвятили минуту молчания. Лиля Малюкова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.